Энергомарафон, который взял Старт в 2008 году продолжает свое движение как во времени, так и в пространстве. Для постоянного участника республиканского конкурса Гомельского областного центра технического творчества детей и молодежи он открывает новые возможности и горизонты. В прошлом году наше учреждение принимало участие в энергомарафоне и мы заняли первое место на областном этапе и стали участниками энергомарафона на республиканском конкурсе. Благодаря этому участию мы выиграли грант в размере 50 миллионов белорусских рублей. На этот грант мы долго думали, что нам приобрести, что необходимо для того, чтобы обучать детям альтернативным источникам энергии. Хочу вам презентовать конструктор детский, который дает возможность показать детям возможность использования альтернативных источников энергии. Солнечной энергии, энергии ветра, энергии воды, водородных и механических источников энергии. Вам представляется мобильный стенд энергии солнца и ветра. Для чего он нужен? Для того, чтобы пропагандировать новые источники энергии как от солнца, так и ветра. Как отвлечь ребенка от компьютера? Вырастите своего чада мастеровитого и рачительного хозяина. Ответ на этот вопрос, похоже, знают педагоги дополнительного образования Гомельского областного центра технического творчества детей и молодежи. Ребята, мы с вами занимаемся конструкторами под названием альтернативные источники энергии. Какие вы знаете вообще альтернативные источники энергии? Солнечная и нефтяная. Водородная. Воздушная. Ветряная, правильно. В центре технического творчества работает более ста объединений по интересам, в которых занимается 1300 детей. Техническая творчество – такое специфическое направление, и нам хотелось как-то привлечь детей начальных классов и более младшего школьного возраста. Почему? Потому что хочется заложить основы, чтобы уже в среднее звено в серьезные кружки, в объединение по интересам, они уже пошли подготовленные. После долгих поисков и сомнений, студирования интернета, на выигранный в энергомарафоне приз решили приобрести мобильную экспериментальную лабораторию, на основе которой и создали новый технический кружок для детей от 6 до 10 лет. Солнечная энергия, солнечные батареи, энергия ветра, ветряные подстанции, энергия воды, гидроэлектростанции, а также механическая энергия, когда вы крутите свой генератор, и водородная энергия – это энергия химическая. Вот в этом проекте мы сейчас с вами увидели и увидим, как работает каждая из этих энергий вживую. Мы понимали, что такого объединения по интересам нету еще ни у кого. И самое главное, может быть, даже это где-то яркое название, которое отображало бы суть. Изобретательская лаборатория «Кулибинград». То есть мы ищем маленьких кулибинов. И потянулись в кружок маленькие любознательные мальчишки и девчонки, которым интересно буквально все – потрогать, разобрать, понять, как работают приборы или, к примеру, загорается электрическая лампочка. Меня сюда привез папа. Мы тут учимся и паять, и выпаивать, и из чего состоят светодиоды, моторочки. Когда, например, закончится нефть, и может пригодиться солнечные батареи, ветряные станции. Мы сегодня пытались вырабатывать и солнечную, и ветряную, и ручную, и из батарейки вырабатывать энергию, чтобы работали часы, вентилятор, светодиоды. Я еще тут с другом пришел. «И мне здесь все нравится. Собирать конструкторы, отпаивать, припаивать. Соединяем все вместе. Энергию ветра, энергию батареи, энергию солнечную. Получается такая, как будто цепь. Все соединились и работают из-за батареи, потому что в батарее есть нужное электричество для приборов». Лаборатория предлагает маленьким любознательным экспериментаторам впечатляющую линейку разнообразных программ. Можно собрать около 120 различных схем, требующих проявления смекалки, интуиции. А чтобы каждое занятие превратилось в настоящее путешествие, познавательные мастер-классы проводят педагоги, которых можно назвать фанатами своего дела. «Для меня это тоже новшество. В мое время, в общем-то, было недавно, 10 лет назад, но таких конструкторов не было. В общем-то, и альтернативные источники энергии еще никто не разрабатывал. Поэтому надо учиться с детьми работать и учить детей, чтобы они понимали проблемы нынешнего мира и пытались в будущем их решить, когда станут взрослыми». «За неделю до первого занятия нашего молодого педагога я посадила и сказала, «Владимир, а теперь представь, я твой ученик-ребенок, и проводи со мной занятия». Наш новый педагог, он не спал целую неделю, он готовился. Если бы было неинтересно, то дети бы не пошли. В данном случае он молодец, справился, потому что удержать внимание малышей – это должна быть постоянная смена вида деятельности. Информация должна быть новая постоянно. И поговорили, сделали. «У нас еще будут уроки паяния, мы будем начинать заниматься настоящей радиоэлектроникой. Это все уже подготовлено, уже есть материальная база». «Здесь перед вами представлен мобильный центр, стенд, скажем так, энергии солнца и ветра. Перед вами те же самые элементы, правда? Смотрите, покажите мне, что вы уже знаете. Вот это что такое? «Это солнечная батарея». «Батарея, правильно. Солнечная батарея». «Смотрите, солнца сейчас у нас нет, вместо солнца мы можем включить лампочку». «Что такое солнечная батарея?» в основном детям показывают на слайдах. Здесь ребята сами могут потрогать, пощупать, что такое солнечная батарея. И создать целую цепочку, создать целый проект, и действительно от солнечной батареи может загореться лампочка у них на глазах. И тут же они анализируют, ну, провели опыт и проанализировали, почему она загорелась. А если бы мы что-то сделали не так, то мы бы не получили ожидаемого результата. «Вот загорелось солнышко наше, да, искусственное. Вот оно встало, видите, ярче стало загореть, правда? Вот оно двигается. От того, как освещается у нас солнечная батарея, меняется яркость лампочки». Ремесло, техника – это потом. А сейчас азарт, вкус к игре, творчеству, к иллюзии, помогающей понять себя и окружающий мир. Именно через самостоятельный опыт формируется понимание закономерностей и особенностей окружающей действительности. «Ну, сегодня, видите, ветра почти нет, правда? Вот мы подносим, хоть выше, хоть ниже, все равно ветра нет, правильно? Да. Ну, значит, можете только поэкспериментировать сами. И держать руку. Так. Определяйте, где север, где юг, да? Вот северный полюс, там. Там, да. А где юг у нас, значит? Если там северный, то где у нас юг? Там, правильно. «Каждый раз узнаем что-то новое». «Мы всегда любим заниматься». «Нам это очень нравится. Это движительная работа». «Можно с помощью солнечных батарей заряжать телефоны». «И с помощью этой солнечной электростанции, если есть солнце, вырабатывать электричество». Кулибинград – это как раз то место, где дети могут потрогать законы физики, химии и математики через игру. Провести тест-драйв на природе, чтобы сравнить энергии солнца и ветра в разное время года и по всей Беларуси. «Они видят конкретный пример, что действительно нету ни батарейки, ничего, а смартфон, например, заряжается. Чем дальше мы развиваемся, прогресс идет, новые элементы появляются. Уже не эти солнечные батареи, а все же развитие идет. То есть это действительно эффективно в нашей жизни». Тяга к исследованиям влечет всех маленьких непосед. Главное – не пропустить этот момент. И бурную деятельность малыша вовремя направить в нужное русло. Мнение педагогов поддерживают и родители. «Занимается сын, занимаемся чуть больше месяца. Ребенку все нравится, после каждого занятия приходят с поднятым настроением, в восторге. Сразу бежим в детскую, показывают, что делали. Пытаемся продолжать дома начатое. И будем надеяться, что немножко продвинется в сторону, возможно, робототехники». «Сейчас стоит острая проблема экономии энергоресурсов. И на смену традиционным видам энергии приходят альтернативные, то есть возобновляемые источники энергии. И за ними будущее. Поэтому это все будет развиваться. И хорошо, что дети к этому прикасаются. И эти занятия помогут детям больше понять законы природы, законы вселенной». «То, что ребенок получает в начальных классах, это фундамент дома. То же самое и здесь. Чем раньше будет заложен этот фундамент, тем крепче будет и дом. Основа инженерии и изобретательской деятельности. В конце концов, маленькие кулевины найдут тебя, и они узнают наша страна». «Возможно, я построю станцию, которая будет работать на солнечной энергии или на какой-нибудь другой, которую я придумаю». «Хочу стать инженером и построить, например, эту станцию». В мире столько всего интересного, о чем предстоит узнать детям. Столько загадок, которые им нужно еще будет разгадать. А ключ к познаниям можно найти в Гомельском областном центре технического творчества детей и молодежи. Здесь откроют науку с самой увлекательной стороны.